Чтобы блюда из курицы и картофеля получались вкусными при любом способе приготовления, к курице добавляю соль со специями и оставляю так хотя бы на полчаса. Картофель наоборот. Только почистила, сразу готовлю. Если постоит какое-то время в воде, уже не так вкусно. Если в рецепте, где есть курица, присутствует чеснок, я использую вместо соли и чеснока чесночную соль. Это очень меняет вкус блюд в лучшую сторону. Готовлю такую соль сама, конечно. Просто перетираю измельченный чеснок с солью в соотношении 1 к 5. И так храню в шкафу. Хранить можно очень долго. Приправа супер. Блюдо с ней просто не узнать. Привет, друзья! Это Кухня наизнанку. Сегодня покажу, как я готовлю картофель с мясом. Сразу 5 способов. И все они очень ленивые. Для первого рецепта я взяла куриные окорочка. Кожицу не снимаю. Добавляю чесночную соль. Чайную ложку с горкой. Черный перец. И немножечко масла. Хорошенько натираю этой смесью окорочка. Если нет чесночной соли, можно взять обычную соль и пару зубчиков чеснока через пресс. Но здесь подойдут любые специи, которые подходят для курицы. Беру большой противень и делаю вкладыш из пергамента. Так противень останется чистым и ничего не пригорит. Выкладываю подготовленные окорочка. Для этого рецепта, кстати, филе не подойдет. Здесь нужны кусочки курицы, именно с кожицей. Тогда получится сочно и вкусно. Картофель чищу и нарезаю дольками. У меня сегодня молодой картофель. Поэтому я просто сняла тонкую кожицу. Выкладываю в миску. Добавляю специи и соль. Специи можно взять любые, какие нравятся. Сюда же немного растительного масла. Перемешиваю хорошенько. И также выкладываю на противень. Вот так, вокруг кусочков курочки. Ставлю противень в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. И все, можно угощаться. Смотрите, какой мягенький внутри картофель. А курочка, она очень сочная получается. И вкусная. Если честно, я не хотела показывать этот рецепт. Уж слишком он простой. Но муж настоял. Ведь такое блюдо мы действительно часто готовим. Потому что нравится всем. И это действительно, ну, очень просто. Ну, так мы же лентяи. И еще какие. Второй рецепт. Здесь я взяла куриные голени. Также добавила немного масла и адыгейскую соль. Она здесь идеально подходит. Ссылочку на рецепт адыгейской соли оставлю под видео. Картофель, тут примерно килограмм, я очистила и нарезала на кусочки. Не слишком мелко. В этом рецепте мне нравится именно молодой картофель. Выкладываю в чашу мультиварки и заливаю водой так, чтобы она покрывала картофель. Добавляю соль по вкусу. Сверху устанавливаю сеточку для пароварки. И выкладываю подготовленные голени. Устанавливаю чашу в мультиварку. Закрываю крышку. И выбираю программу пароварка. Время 40 минут. И все. Осталось дождаться окончания программы. Мы, кстати, летом чаще всего именно в мультиварке готовим. И не жарко, и очень просто. Все сложил, подождал и ешь. У меня мультиварка Redmond. Ссылочку я, как всегда, в описании оставлю. Здесь 17 автоматических программ, плюс возможность установки ручных настроек. На даче, да и дома тоже. Просто незаменимая вещь. Вот все и приготовилось. Голень я пока прикрою фольгой, чтобы не остыли. И займусь картошечкой. Воду я слила. Добавляю сливочное масло. И нарезанный укроп. Встряхиваю чашу. И все. Можно подавать. Вот так, меньше чем за час, у меня приготовилась и нежная сочная курочка, и вкуснейший молодой картофель на гарнир. Ну просто же, согласитесь. К моей мультиварке в комплекте, кстати, идет книга с рецептами. Здесь тоже очень много интересного. Я для себя недавно открыла новое блюдо. Курица по-табасарански. Казалось бы, самые обычные ингредиенты. А так вкусно! Здесь мне нужна половина курицы. Лучше, конечно, если курочка домашняя. По весу это 800-900 граммов. Разрезаю ее на порционные кусочки. Овощи также нарезаю, не слишком мелко. Картофель. Здесь полкилограмма. 200 граммов моркови. И сладкий перец. Перца нужно 350-400 граммов. Это 2-3 крупных перца. Чем больше перцев, тем вкуснее. Лук. 250-300 граммов. Нарезаю его на небольшие кубики. На дно чаши мультиварки наливаю 2 столовые ложки растительного масла и выкладываю лук. Распределяю. Сверху кусочки курицы. Морковь, соль и черный перец. Теперь нарезанная морковь, сладкий перец и картофель. Снова немного соли и немного черного перца. Заливаю водой. По рецепту нужно 1,5 литра, но я добавляю чуть меньше. Литр 200 примерно. Нам так вкуснее. Устанавливаю чашу в мультиварку. Закрываю крышку. И выбираю программу тушения. Время 1 час 20 минут. Осталось дождаться завершения программы. Но это очень сложно. Аромат такой. И вот. Смотрите, какая красота. Подаю, посыпав свежей зеленью. Это как густой суп. Здесь вкусно все. И овощи. И курочка. И сам бульон. На обед лучше и не придумаешь. Очень рекомендую. Попробуйте. В пакет для запекания выкладываю 800 граммов нарезанного картофеля. И 600-700 граммов куриного филе. Добавляю чесночную соль. Примерно 2 чайные ложки. И 2 чайные ложки любимых специй. Можно взять приправу для курицы или для картофеля. И так, и так вкусно. Я еще добавляю стебель сельдерея. Но тут по вкусу. Можно исключить. Теперь лук. Сладкий перец. И морковь. Мне еще нравится здесь горчица. Беру зерненую. Но она тоже необязательный ингредиент. Вливаю в пакет 2-3 столовые ложки растительного масла. Завязываю пакет. И хорошенько встряхиваю, чтобы специи и соли распределились и все продукты перемешались. Пакет выкладываю на противень. Накалываю иголкой в нескольких местах. И ставлю в разогретую духовку. Готовлю при 180 градусах 40-45 минут. Все. Пакет разрезаю. И сейчас будем пробовать. Вкусно. А я вот пока не пойму, вкусно или нет. Насыпай. И еще один способ. По времени дольше, но тут совсем делать ничего не нужно. В чашу мультиварки выкладываю кусочки курицы. У меня здесь небольшая курочка, весом около килограмма. Добавляю черный перец горошком, штук 8-10. Соль по вкусу. Одну луковицу. И чуть больше килограмма картофеля. Если картофель не крупный, я его даже не разрезаю на кусочки. Просто выкладываю сверху. Добавляю воду. 700-800 миллилитров. И устанавливаю чашу в мультиварку. Готовить буду на режиме томления. Блюдо готовится долго при низких температурах. И получается совершенно не похожим по вкусу. Ни на тушеное, ни на приготовленное на пару. Тут даже специй никаких не нужно. Такое блюдо бабушка готовила в печи. Утром ставила котелок в печь, а в обед мы наслаждались вкуснейшей курочкой и нежным картофелем. Попробуйте. Ингредиенты все те же, а результат совершенно другой. И в рецепте тоже совсем ничего сложного. Сложил, подождал и ешь. Ставьте лайк, чтобы не потерять это видео. И делитесь им с друзьями. И не забудьте заглянуть на мой канал в следующее воскресенье. Ведь впереди еще много всего интересного. Субтитры делал DimaTorzok